Сегодня Клавдия жалеет только об одном, что два года назад отпустила мужа на рыбалку. За три дня до катастрофы он выходил в море на Иволге. Привез аж 10 килограммов рыбы. Вернулся счастливым. Потом говорит, ну ты меня в субботу пустишь? Я говорю, не, Куленька, сколько работы дома есть? Надо на городе буряк вырвать, то все. Он говорит, в субботу я поеду, а в воскресенье я буду дома, я все сделаю. Все сделаю. И вот и все сделаю. Теперь имя мужа на памятнике. Он один из 22 погибших в результате переворачивания Иволги. Катер вышел в шторм с тройным перегрузом. 40 рыбаков и двое членов команды. У капитана даже не было точного списка тех, кто поднялся на борт. Но это никого не остановило. Из шести человек, которыми была наша компания, составляла, ну три человека вернулось. Каждый второй ушел. Это была поездка в один конец. Катастрофа произошла, когда возвращались с так называемой банки. Меньше, чем в километре от берега. Волна ударила в борт перегруженного катера. Капитан попытался развернуть судно. В этот момент вторая волна накрыла и перевернула Иволгу. Люди оказались в ледяной воде без спасательных жилетов. Надувной плот был крепко запечатан скотчем. Открыть его удалось не сразу. В последний момент я настолько устал, что просто хотелось опустить руки. А потом собрался разделать все, что было на себе. А если плавсредство было нормальное, не запечатанное, то, может быть, и больше спаслось. После двух лет с момента катастрофы наказание за гибель 20 рыбаков не понес никто. Единственный подозреваемый капитан Александр Кнышев, хоть и находится в СИЗО, но до сих пор не осужден. Дело рассматривает уже четвертый судья. Говорили, максимальный срок 10 лет светит. Он попал под закон Савченко. Три с половиной года уже считается, что он отсидел. И, в принципе, на сегодняшний день, так как идет расследование, как это все происходит, скорее всего, что он очень скоро выйдет. К сожалению, Кнышев единственный обвиняемый на сегодняшний день, который сидит в СИЗО. А люди, организации, которые, в принципе, должны тоже как-то ответить, ну, про них ничего не известно. Уголовное производство по факту служебной халатности, которая привела к трагедии, все же существует. Но в этом производстве за два года так и не появилось ни одного подозреваемого из числа тех, кто должен был не допустить выхода перекруженного судна в море. Более того, рыболовные катера, как и раньше, часто выходят в море, никого об этом не предупредив. Люди забывают документы, забывают сообщить о свой выход подразделе прикордонной службы. Люди забывают, что отсутствие информации про то, кто находится на борту, про то, куда и когда вышел плавзасиб, это также ускладывает в случае проведения пошуково-рятувальной ситуации комплекс заходов, ускладывает проведение пошуков. Правда, по словам пограничников, нарушений техники безопасности на судах стало втрое меньше. После Иволги катера стараются не перегружать. Спасательные жилеты, если и не на рыбаках, то лежат рядом с ними. Близкие погибших не знают, понесет ли ответственность кто-то из чиновников, но надеются, что смерть их родных остановит хоть кого-то. Хоть немножко приостановило тех, кто тоже виновен в этом, что все-таки деньги – это не основное. Все-таки человеческая жизнь должна быть на первом месте. Константин Гречан и Анастасия Зинкевич, Сергей Герасименко, телеканал «Репортер».